всем привет сегодня у нас ремонт вот такой сушилки для белья и говорит нам ее оператор то что она не сушит в общем сейчас будем разбирать мы как-то такую же ремонтировали и весь ремонт сошелся к тому что мы просто разобрали ее почистили в принципе все начало работать и сейчас мы разберем продуем прочистим посмотрим что там ну скорее всего забилось просто мы видите такие вот загрязнения скорее всего внутри то же самое так в первую очередь я откручиваю вот это вот лючок вот этот сеткой тут все время забивается грязь вот такая сетка так болтик и смотрите вот какие тут наросты вот так это выглядит какую-то коробку поди петрович коробку возьми под мусор вот смотрите метнулся барячком так это вот так уже пустую бы принес что ты принес не пустую она не чистит не сушит конечно она не забитая просто все вон смотрите там битком короче текстильная промышленность можно валенки ну вот смотрите столько я достал шляпы петрович предполагает тут можно будет достать нет тут надо разбирать ну вот так вот смотрите на рост ёптва блять с них на болтик так что у нас тут происходит 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 а ты говоришь вот малейшая искра и все тут загорится сейчас пылесос принесу будет пожарящим ну смотрите прямо как как поролон это все пыль вот эта мелкая от полотенец петрович прикатил нашего r2 d2 c3 пио 608 и сейчас будем им работать работать ни в коем случае глянь искры летят вот тут Первичная очистка Нам не помогла Мы подключили обратно машинку И в принципе все крутится Но не греет Скорее всего проблема в тэне Вот так смотрите Мы сняли дно Сейчас будем Отсоединять И будем смотреть Откручиваем землю Снял? Главное чтобы на ручейки Он оделся Так Разворачивай давай Вот такие нарусты пыли Так вот у нас Наша труба Так и сам нагревательный Вот здесь элемент Вот такая спираль Надо бы его прозвонить Вот толстый провод идет И тут ремень Сейчас будем пылесосить Более менее так пропылесосил И здесь тоже Все чистенько Ну тут варианты какие Или какой-то из термодатчиков Или сам нагреватель Надо будет сейчас Прозвонить цепь Работает Работает Следующее Работает И теперь Спираль Вот так что ли? Вот тебе и проблема Нет нагрева Потому что Видимо отгорела спираль Сняли нагревательный элемент И в принципе Вот видите Отгорела у нас Не хромовая Скорее всего Проволока Но она тут уже Видишь Глянь И тут тонкая Вот Вот здесь Тонкая Это что? Ни хром? Ни хром Ну что на плитках Да? Угу Это надо Взять проволоку Копить просто А ты ее так намотаешь В общем По ремонту Вот этой спирали Мы тут соединили Это все временно И нам прислали Вот такую Ни хромовую проволоку Блять Резкость Х20 Аж 80 Полтора миллиметра Написано 13 метров Но Штангелем Померили Короче тут все Два миллиметра Вот Если видно Два Не знаю Будем ставить Не будем Посмотрим Сейчас наш Главный Напишет В эту контору Где Где нам Высылали Сегодня Продолжение Ремонта Нашей сушилки Нагревательного Элемента Приехала Нам Нехромовая Проволока Правильного Диаметра В прошлый раз Приехала Двоечка А нам Нужна была Полторашка Поэтому мы Ее вернули И Перезаказали Полторашечку Но Видно То что Это Полтораха Полтора Миллиметра Как обычно Петрович Изобрел Новое У нас Такое Приспособление Называется Палка И шуруповерт Оно У нас Устанавливается В специальную Такую штуку И Давай Включай Покажи И вот так Вращается Ну и В общем Вот такая Спиралька Получилась Как пружина Прикольная Устанавливаем Нашу Спираль Вот Будем Применять Вот Такой Зажим Потому Что Старую Спираль Отрезали Тут Вообще Выдержали И вот Сейчас Будем Зажимать На Болтовое Соединение 38 Витков Друг 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 С Друг Растягивать Ну а Новая Такая Пластинка От Производителя Что-то Сколько 70 Было Почти 8 Да Доделываем Нагревательный Элемент Ну здесь У нас Меньшее Количество Витков Получилось Здесь Где-то По 38 А тут 35 Там 33 Ну в общем Как-то Так Нам Сам Факт Надо Было Длину Это Уложить В 13 Метров Метров Picture Moc nu Смор Ты Метров Метро 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...